Приветствую вас, Нелена, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Во-первых, наверное, нужно сказать, что психологи не ставят диагнозов, мы не ставим диагнозов. И, соответственно, говорить о том, болен ли человек, наверное, было бы неэтично во всех отношениях. Это первое. Второе. На вопрос о том, любит ли он вас, ответить однозначно нельзя, потому что очевидность им не все равно. И очевидность, что подобное небезразличие, оно всегда имеет два момента. Это когда чувства нацелены на партнера и когда чувства нацелены на самого себя. И у каждого человека, так или иначе, присутствует то или иное. Вопрос только в том, что первично, а что вторично. И в вашем случае первично то, что человек свои чувства направляет в первую очередь на себя. И, соответственно, как бы это нельзя однозначно отнести к тому, что он вас не любит. Просто здесь скорее ваша заинтересованность в том, чтобы он вас любил. И скорее вот какое-то именно ваше сомнение в том, что человек вас любит. С чем связано это сомнение? Да, в общем-то, неуверенностью в себе и чувством вины, которая мотивирует вас делать то, что вы делаете. Вот. А именно пытаетесь ему угодить. Идете у него на поводу. Попитывается его ревность своими действиями, удаляя из социальных сетей мужчину и всякое такое. Дальше. Нужны ли ему отношения? Отношения ему, конечно же, нужны. Вопрос заключается в том, для чего. Вот понимаете, ваши вопросы, они больше про него, они не про себя. И это наглядно показывает, что как бы мы все зависимы, зависимый партнер. Есть мужчины, которые думают на себе, есть мужчины, чувства которого направлены на него самого. И есть мужчины, которые живут как бы для человека. Или для своих родителей, ну не для себя, что у вас, но для себя вы в какую-то степень делаете достаточно мало, надо сказать. И это на самом деле большая проблема, потому что, когда вы мало для себя делаете, когда вы не продвигаете свои интересы, и когда вы позволяете нарушать свои личные границы, то, в общем-то, уважение к вам падает, и ценность ваша существенно снижается. Поэтому, да, отношения ему нужны, но опять же, в каком контексте человек, который ревнует, он стремится к контролю, он стремится к тотальному контролю, он стремится к подавлению. И парадокс заключается в том, что причина ревности находится в голове у человека, в его страхах, в его прошлом опыте, который у него был, с одной стороны. С другой стороны, в теории, если такой человек полностью подавит другого, например, вас, то вы станете идеально той, кем он хочет вас видеть. Но такой вы же будете ему неинтересны, потому что это будет он сам. Так что парадокс есть именно такой, и позиция, что вы пытаетесь ему угодить, она на самом-то деле никуда не ведет. Ну, кроме радости того, что подтверждает ваши страхи, подкрепляет ваши страхи быть брошенной, автосадной. Вот. Ну, я полагаю, что в вашем случае это связано с тем, что вот между вами и близкими людьми нет личных, нет личных границ. Вот. Так что, вверх вам нужно разобраться само, и что именно вы чувствует этот мужчин, и для чего вам отношения, для чего именно вам нужны отношения, да, и... Ну, что вы хотите от них получить, ну, от отношений, отношений, я имею в виду. Дальше. Дальше. Лично мне из вашего текста несколько моментов неизвестны. Вот вы пишите. Поднакомились с парнем почти год назад, почти сразу начали с детьми встречаться. Почему такая спешка? То есть, из-за чего такая спешка, вот вы начали сразу с детьми вместе и сразу встречаться? С чем связана такая спешка? То есть, ощущение, что вы как будто хотели быть, ну, именно отношений, чтобы вам сам человек вот был не так важен, как именно отношения. С этим, с этим, с этим человеком, ну, с мужчином. Вот. Если это правда, то тут, конечно, требуется проработка, потому что потребность в отношениях сама по себе не имеет ничего общего. Со здоровыми отношениями, к сожалению, и, в общем-то, представляет из себя достаточно серьезную проблему. Потому что получается, что вы, вот, сразу начали встречаться с человеком, значит, пропускаете эффектные этапы развития отношений, вот, а это на пользу не идет. Потому что человека нужно узнать, и человека нужно изучить, вот, а если этого не сделать, то, как мне кажется, могут быть проблемы. Вот. Ну, это, опять же, в данном случае, это мое мнение, вот, я вам его не навязываю, ну, по крайней мере, по крайней мере, надеюсь, что вы, вот, понимаете, что я вам его не навязываю. В следующий момент вы говорите, что это было, как в сказке, как я мечтала, вот, это тоже достаточно важная история. Потому что, если вы о чем-то мечтали, уже, значит, изначально, было определенное ваше желание, и, соответственно, важно понять, что происходит. Что это за желание? Ну, то есть, вот, что это желание из себя представляло. Вот. 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 Вот это крайне возьмем разобрать. Потому что, потому что, то, что вы хотите, вот, опять же, опять же, опять же, обратно говоря, то, чего вы хотите. Например, для себя, да, ну, не имеете ничего общего с тем, допустим, что вы не можете хотеть для человека, для отношений. И самое главное, самое неприятное в этом, то, что подобная позиция, подобный подход приводит к определенным ожиданиям. То есть, человек ожидает определенных моментов. Вот. Ну, ничего хорошего, к сожалению, из этого быть не может. Как правило, потому что ожидания, ожидания, ожидания не реалистичные. И, ну, опять же, как в сказке, да, не бывает. Как-то скажи. И, идеально, не получается, что стоят какие-то моменты, вот, которые, ну, в ту или иную степень, да, как-то обращают ситуацию. Ну, в ту или иную сторону, вот, если вы все это не принимаете во внимание, то мы должны быть в какой-то степени оторваны от реальности. Ну, собственно, стоят на мой взгляд, упрюзав и предыслов. То есть, вот, когда вы говорите, что все было там как-то сказки, вот, в принципе, это не случилось. То есть, что вы оказались оторваны от реальности. Вопрос только заключается в том, собственно говоря, почему реальность для вас более привлекательна, чем реальный мир, так, вот, это крайне важный момент. Дальше. Вы пишите. Далее, поездка за границу на три месяца. Я не хотел ехать, но знало, что для него это важно, что вы. Мне там было тяжело. Я вонослю ему мозг к тем, что хочу домой. Ну, вот, понимаете, какая штука. Здесь момент такой, на мой взгляд. Что вы не несете ответственности за своим действиям. То есть, изначально вы вроде как соглашаетесь, соглашаетесь ехать за границу. Хотя и делать этого не хотите. Сделайте вы это вроде как ради своего молодого человека, потому что ему, как вы говорите, это важно. Я верю вам. Я верю вам. Я верю, что для вашего молодого человека это действительно важно. Но есть проблемы. Вам тяжело. И тяжесть от пребывания за границей явно выше, чем желание. Желание сделать что-то для мужчин своего. И согласитесь, что несколько странно звучит наша позиция, когда вы говорите, что вот я поехала за границу ради своего боевого мужчины, но выносила ему мозг, потому что ходила домой. То есть, вы определите, что вы или домой хотите, или действуете, делаете что-то ради мужчин своего. Это здесь вот как раз таки и есть проблематика личной ответственности вашей за себя, за то, что вы делаете, за свои решения, за свой выбор, за свои действия. Дальше. Это было не важно, но далее мы с ним договорились, что я пошел какое-то время дома. То есть, если я правильно вас понял, то нахождение с ним за границей повлияло на вас таким образом, что вы захотели побыть дома, пожить дома, если я правильно вас понял, насколько это сильно на вас повлияло. Первый же день прилета, обратно имеется ввиду, я уехала к родителям, мама написала мне звонила, я зашила сама, что он уже хотел меня обратить, и переступил через кодекс, и наш договор на третий день вернулась к нему. И вы, конечно, об этом не пишете, но что-то мне подсказывает, что здесь вы обновь не отвечаете за свои собственные действиям. Кто-то мне подсказывает, что вы снова жертвуете собой, и обецениваете, ну, в целом, наверное, саму себя вы обецениваете. Потому что сами же отказываетесь от своих снов. А это, в общем и в целом, для мужчины, это означает только одно. то, что вы не уверены, ребят. И на вас можно давить. Например. Опять же вы говорите, что переступили через свою гордость. Но зачем? Зачем? Не из-за страха ли перед тем, что мужчина вас бросил? То есть, не испугались ли вы того, что человек вас может бросить, если вы испугались этого? Если вы боитесь вас бросать, то с этим страхом больше нужно работать, потому что он родом из детства. И он вами руководит, не делая вас свободу. Дальше. На четок, около двух недель. Нарал на меня. Я плакал, когда я каждый больший день. Здесь вот чувствуется, конечно, ваша общая внедрила вас как личность. И вот не совсем понятно, что между вами общего, что вас объединяет. Потому что если вы стали быстро достаточно места жить, то вы не успели друг друга рассмотреть. С такой личностной позиции, скажем так. И, скорее всего, вы воспринимаете друг друга достаточно ограниченно, как мне кажется. Но, тем не менее, тот факт, что вы плакали каждый день в течении двух недель, так что он. Парал на вас, ну, свидетельствует, с одной стороны, о ваших проблемах с тематрингом. Потому что только несколько тематрингов и страх могли стать основанием для того, чтобы вы позволили себе в этой ситуации находиться. Чтобы вы позволили человеку, грубо говоря, так вот на вас влиять. Таким образом. Достаточно, ну, негативно, скажем так. Да. Вот. А потом вы говорите, что все стало хорошо, но не совсем понятно, что вы под этим имеете в виду. Ну, все. То есть, как это все стало само собой и ладно. Хорошо? Так не бывает. Так. Ну, что, с пандемией мы жили 24 месяца на границе, и я думаю, что вы вверх говорили, что мы говорили, что я еще на месяц, чтобы пройти период изоляционного. Ради него на месяц, чтобы он не боялся пускать меня обратно. Мне очень, честно говоря, понятно, о чем идет речь. Из-за чего? Из-за чего он реального? Почему вы не хотели домой? То есть, вот, что ли, что? Если, наверное, на счету, почему вы избегаете из одной, избегаете от молодого человека, по сути, в ходу, ну, по сути, во второй раз, во второй раз этого избегаете. Вот. То есть, это, мягко говоря, как-то вот непонятно. Там, потому что, ну, если вы в отношениях, если вы с этим местом, то нужно и вместе жить. Там избегается там контраста, чтобы он не боялся. Вот. Во-первых, боялся человек непересменен от того, что вы на месяц куда-то уезжаете. Вот. Потому что страх там в голове у человека. А, с другой стороны, с другой стороны, ну, с другой стороны, это, на мой взгляд, несколько жестоко. То есть, сразу на месяц, сразу на месяц, сразу на месяц, сразу на месяц, на несколько дней. И если такой возможности нет, то, просто, ну, после карантина. То есть, понимаете, вот здесь, опять же, ну, чувствуется, что, что вы решаете свои проблемы, не говоря, что это слуха, нет ни в коем случае, но вы решаете свои проблемы за всех молодого человека, что он не может, что он не может не чувствовать, в принципе. Вот. Поэтому, тут вот не все так очевидно, вот, как я уже сказал. И опять же, не совсем понятно, почему он должен бояться вас отпускать. И почему вы поссорились в первый раз. Вот. Какие для этого были основания? Потому что вы говорите, что Брестен, а он царал, но из-за чего он царал, вы не говорите. Вот. А, момент этого, ладно, достаточно. Так. Значит. Он сказал, все хорошо, я обещаю, такого после карантины не высказанного, что я не эгоист, и я буду быть рады, что это нехорошо. Я уехал две недели у тебя пути, потом как-то приторвался, я чувствовал, что уже проходил клиник, а весь не думал, что я им без меня. Ну, человек ревнивый, ревнивый, потому что, опять же, не уверен в себе, но надо сказать, что ваше поведение, оно, как бы, не добавляет. Так, к сожалению, уверенности в человеку, вот, в себе никаким образом, потому что, ну, нельзя не чувствовать, что вы ощущаете себя виноватой, это, мне кажется, очевидно. Вот, и, соответственно, соответственно, это проблема, что вы, как бы, пытаетесь самоугадить, несмотря на то, что говорите, что это клиника. Вот, то есть, ну, на мой взгляд, тут вы, как-то вот, сами себе противоречит. То есть, вы либо, вы либо для себя определитесь, да? Вот, чего хотите, и как вообще, вообще, ээээ, ну, ситуация складывается, складывается в вашей истории. И двигаетесь дальше, вот, либо не поступает, ну, либо не поступает никак, никак. Вот, ага, то, как-то, получается, немного странный момент, ну, странный момент. Вот, дальше. Так, у меня младше на два года, причем здесь возраст, все, начался платься за бывшего, я уже все сделаю, как мне нужно было. Ну, вот, собственно, собственно, здесь, как раз, здесь, как раз, здесь проблема. Вот, здесь и есть проблема, потому что вы или определяете на себя, что человек спёт, что что-то не так, или определяет на себя, что у человека есть трудности, вот, или брать саму угодит. Вот, в принципе, такой аспект тут, то, что я могу вам ответить. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что вы разрешите свою ситуацию. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok